Продолжение следует... Продолжение следует... Инициатива коллег о проведении и выставки, и международной конференции, и издания сборника документов. История, связанная с получением Финляндии независимости, настолько же противоречива, насколько противоречива и сама, породившая ее революция. Придя власти, большевики столкнулись с целым рядом непредвиденных последствий. К их числу, несомненно, относятся и парад суверенитетов, и образование и рост национальных государств, причинами которых стали дезорганизация власти, провозглашенный большевиками принцип самоопределения наций, крайний радикализм в политике и практике, левого толка. На фоне такого идейного диссонанса особенно значимым видится то, что революционные процессы были сильны и в самой Финляндии. И гражданская война, разразившаяся там, хоть и была короткой, но очень жестокой. Революционные события в Великом княжестве Финляндска – это важная часть летописи революции, без которой ее история была бы заведомо неполна. Взаимоотношения Финляндии и уже советской России после известных событий октября 2017 года, они были исполнены драматизмом, осложнены кровопролитными конфликтами. Но для нас сегодня особенно важно, что и политики, и общественные силы двух государств в этот непростой период искали, находили пути к компромиссу и согласию. История – наука, изучающая прошедшее, но обращенное в будущее. Перелеснув страницы прошлого, обе наши страны вынесли из него правильные уроки. Во-первых, мы соседи, и у нас хорошие отношения, и мы уже, я думаю, что наши отношения уже давно носят, я люблю слово, взрослый характер. Значит, мы уже прошли очень длинный путь, и совместный, и отдельный путь. Я думаю, что через эту историю мы уже узнали, знаем друг друга, мы уже привыкли друг к другу. Я думаю, что поэтому у нас взросли такие самые положительные, самые выгодные отношения к данным моментам. Особое место в череде связанных с Финляндией мероприятий заняла презентация сборника документов «Россия и Финляндия. От противостояния к миру». Этот подробный труд охватывает сложный период взаимоотношений наших стран с 1917 по 1920 годы. У нас представлены по 1917 году все проекты подготовки реформ, которые готовил временное правительство. Это материалы юридического совещания, которые огромный комплекс. Все в книжку их невозможно вместить, это нужно два тома для того, чтобы опубликовать. Но мы сделали выборку, наиболее точно отражающую позицию всех политических интересов и России, и Финляндии. Сборник уникален по многим моментам, но особенно важно то, что российские архивисты, составляя его, работали в тесном партнерстве со своими финскими коллегами. Научную значимость подобных проектов трудно переоценить. Мы передаем документы, которые интересны российским исследователям. Как я уже говорил, мы передали российской стороне учетные карточки советских военнопленных. В свою очередь мы получили из российских архивов приблизительно 1 миллион копий документов, которые нас интересуют. Это документы по культуре, по истории Финляндии, политические, экономические нюансы и аспекты взаимоотношений наших государств. Россия и Финляндия более 100 лет существовали под одной короной. Еще 100 лет мы живем в разных государствах. Нынешнее сотрудничество историков обеих стран свидетельствует, что хорошего в нашем общем прошлом было все-таки больше. Дмитрий Руднев, Павел Карасев, Денис Соколов, собственная служба информации Российского исторического общества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова